Доброго здравия, товарищи и коллеги! На днях был на субботнем базаре, так у нас называется местная барахолка. И у одного дедули приобрел паяльник, и не простой, а советский. Именно это, собственно, меня и привлекло, что он советский. Задрало меня китайское одноразовое барахло, ну и он нахрен. Купил советский паяльник, но у него не было жало, потому, собственно, он и продавался. На барахолке редко, когда продают что-то готовое, готово-полезное, скажем так. Обычно нужно какие-то руки прикладывать к этим вещам. Жало я выточил, прудочек меди обнаружил и выточил. Намучился торбо, ибо медь точится херово, очень херово, вязкий материал, ненавижу его. Но сегодня не об этом. Сегодня мы поговорим о том, как избавиться от таких неприятностей, как к жалу не липнет припой, жало перегревается и так далее. К делу. Готов поспорить на что угодно. Что шотландский изобретатель Джеймс Уатт, именем которого названа единица измерения мощности Уатт, Наверное, в ярости дергал бы волосы со своей седой головы. Узная, насколько сильно манипулирует его фамилия, если можно так назвать. Смотрите. 60 ватт сделано в Китае. 40 ватт сделано в Союзе Нерушимых Советских Республик. Этот паяльник больше во всех отношениях, чем этот. 40 ватт, 60 ватт. Пиздеж. Как нельзя лучше данное слово подходит к этому товарищу. Включим китайский паяльник в сеть переменного тока напряжением 220 вольт и частотой 50 герц. Соответственно. Пока греется наш паяльник, можно прокачать себя в физическом плане или прокачать интеллектуалочку. Я всегда так делаю. Полезно, знаете ли. Нагрелся наш паяльник прошло достаточно много времени. И даже он уже не нагрелся, а я бы даже сказал перегрелся в канифоль. Сильно много дыма. Это, кстати, один из признаков перегрева. Но чрезмерный дым от канифоли, это еще ладно. Хуже всего, что припой как бы скатывается. Он не липнет к жалу. Очень хорошо заметно. Паять таким паяльником это муки. Это страшные муки. Что происходит? А происходит следующее. В результате перегрева жало окисляется. И, соответственно, припой не может прилипнуть к этому самому жалу. И что бы вы ни делали, эта беда будет постоянно присутствовать. Особенно это характерно для дешевых паяльников. Размер жала не рассчитан. Сделан, можно сказать, на обум. Соответственно, имеет место перегрев. Вот, опять же, видно, что что-то не так с жалом. Разумеется, свойственно это не только китайскому паяльнику, но свойственно и советским паяльникам. Мы это будем лечить. Лечится это очень просто. Схема простейшего устройства выглядит следующим образом. Из разряда 2,5 детали. К паяльнику. К паяльнику. 220 вольт входного. Переменка. Резистор с сопротивлением 91 кОм. Мощностью 0,5 1 ватт. Сопротивление 91 кОм. Принцип действия схемы очень прост. 220 вольт, когда у нас выключатель в разумкнутом положении. Напряжение поступает через диод и понижается в два раза. И идет к паяльнику. Светодиод и резистор. Просто индикация разумкнутого положения. То есть, индикация того, когда у нас паяльник находится в режиме, назовем так сказать, подогрева. То есть, он работает в половину своей мощности. Быстренько с севером это все дело. Корпус из пластмассы. Выключатель из пластмассы. Резистор. МЛТ 1 ватт из керамики. Светодиод из пластмассы. Полупроводник. Быстренько все спаяю и вернусь. Сейчас. Скоро. Монтаж окончен. Вы уж извините за мой высоколитературный язык. Еле впхал. Вроде бы и места много. Но все до такой степени почему-то получилось компактно. Впритык я бы даже сказал. Резистор. 75 кОм. 2 ватта. Можно было поставить и 1 ватт и даже 0,5. Не сильно оно там и греется. Тем не менее, я решил подстраховаться. Светодиод большой 5 мм. Дабы все было видно. Как можно лучше. Но это же надо не там просыли. Ну ёкало манэ. Вот так оно и бывает. Часто. Очень часто. Тьфу ты. В данном случае, как нельзя кстати, подходит поговорка. 7 раз отпей, 1 раз откуси. Вообще, кстати, корпус китайцы сделали уникальнейший. Почему-то отверстие только по диагонали. Здесь вроде как не надо. Ну да и ладно. Собрал благополучно устройство. Почти на микроконтроллере собрали. Ещё раз кратенько объясню принцип действия. При включенном состоянии загорается светодиод. Нагревательный элемент паяльника поступает напряжение равное половине действующего в бытовой электросети. При отключении, соответственно, подается все 220. То есть, грубо говоря, у нас паяльник, получается, работает в полуимпульсном режиме. Что, соответственно, благоприятно влияет на целостность жала. Естественно, таким образом паяльник не перегреется никогда в жизни. И продлевается срок службы всего нагревательного элемента. Вкл на паяльник подается пониженное напряжение. Вкл все 220. Разумеется, как любит поговаривать ваш покорный слуга. Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. Приобрел этот паяльник, как я уже упомянул, на барахолке. Для того, чтобы производить им монтаж сигнальных и силовых цепей платы управления ЧПУ станка. Сейчас я активно этим занимаюсь. Очень хочется до сентября месяца его запустить в строй, хотел сказать. А может, и можно так сказать. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку на пасаран. Всего хорошего пакета. Проверим. А то кто-то скажет, что уграл паяльник. И показывает, мол, типа, о, вот это усовершенствовал. Все паяет замечательно. Для смеха, что стало с жалом китайским. Вот так оно обгорает. И постепенно оно доберется вплоть до основания. В барахло. Ничтожество. Самое настоящее.